Приветствую всех в студии Раменского телевидения Ольга Неоплитанская. Друзья, сегодня у нас в гостях председатель комитета по культуре и туризму Раменского городского округа Андрей Николаевич Толстяков. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад, что сегодня мы в такой прекрасной новогодней атмосфере. Будем общаться, будем искать новые интересные моменты в предновогодней нашей теме. Обязательно найдем. Сегодня 6 декабря 2023 года и не за горами новогодние праздники. Праздник, который все ждут, который приносит нам какое-то волшебство. А вы верите в волшебство? Ну, в силу своей профессии, конечно, потому что наша задача дарить людям волшебство, чтобы они чувствовали частичку именно новогодней тематики. Мы все любим и ждем Дедушку Мороза, Снегурочку, то, что он нам принесет хорошие, добрые вести, подарки. Это всегда прекрасно. Так хочется, чтобы и дедушка принес добрые вести, и чтобы все получили то, что они хотят, чтобы в их душе было тепло. А если вспоминать разные новые года, которые уже прошли, наверняка у каждого есть свой любимый. А у вас есть ваш любимый Новый год? Ну, наверное, это те года, когда... Ну, наверное, родились мои дети, наверное, это самые запоминающиеся в моем сердце года. А еще есть года, когда в Раменском округе происходили культурные мероприятия, которые оставили след в душе каждого, кто их посещал. Вот, например, фестиваль «Песни огненных дорог» имени Героя России Александра Васильевича Маргелова. У нас в Раменском на днях прошел такой фестиваль. Это было в субботу, 2 декабря. Как вот у вас впечатление? Запланированное получилось так, как хотелось или нет? Ну да, потому что мы очень долго вели подготовку к этому фестивалю. Он уже традиционный, является областным. И я считаю, что все, что задумали, мы осуществили. Что особо приятно, что финалисты нашего фестиваля показали очень высокий профессионализм. Это очень хорошо. Впечатлило то, что были и дети, были и старшее поколение, и ветераны боевых действий, и семьи участников СВО, и вообще такое большое количество людей, которые как бы объединились в этот день. Вот чувствовалось и трогательно все было, и тепло, и здорово. А я знаю, что вы в этом фестивале принимали участие не раз. А хотите посмотреть, как это было 6 декабря только 2017 года? То есть это и будет новогодним волшебством? Да, вернуться немножко в прошлое. Давайте посмотрим. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На сцену Дворца культуры имени Воровского 2 декабря вышли 18 исполнителей. За три года проведения фестиваль военно-патриотической песни собрал около 3000 зрителей и более 100 участников, которые исполняют песни и стихи. Я вежлив с жизнью современную, но между нами есть преграда. Все, что смешит ее надменную, моя единая отрада. Победа, слава, подвиг, бледные слова, затерянные ныне, гремят в душе, как громы медные, как голос Господа в пустыне. Всегда не нужно и не брошено, а в мой дом в спокойствие входило. Здесь находятся те люди, которые в своей жизни не научились селедку продавать. Там конкуренция большая. А вот учить детей любить Родину – это единственное, что мы умеем делать. Ну, как это мы делаем, это же судить мамам, папам. А лет через 10-15 об этом будет судить уже наша Родина. Бью улыбку яшу, а она как свет в окне. А хочу, чтоб ты был счастлив, успешен и здоров. Ты самый замечательный и лучший и жаржов. Спасибо, милый папочка, что ты достаешься мне. Ежегодный фестиваль песни «Огненных дорог» привлекает участников из различных городов Подмосковья и других регионов России. В 2014 году группа единомышленников во главе с Александром Васильевичем Маргеловым приняла решение о проведении фестиваля военно-патриотической песни в городе Раменское. Эту идею активно поддержала администрация Раменского района. На фестивале звучат популярные любимые песни военных лет, современные военно-патриотические композиции. И, как всегда, в зале полный аншлаг. Зрителей приветствовала вдова Александра Маргелова Лидия Константиновна. Хочу выразить еще раз большую благодарность в первую очередь всем собравшимся, ну и, конечно, организаторам этого замечательного фестиваля. Спасибо, что вы помните замечательного человека, героя России, полковника Александра Васильевича Владимировна. Привязка к декабрю месяцу связана с 1994 годом, когда началась контртеррористическая операция в Чечне, прошу прощения, так называемая. Поэтому декабрь месяц. Естественно, собрались те люди, которые поют о войне, которых не пускают на большую сцену, но мы их знаем в своей среде, они уважаемые, очень почитаемые люди. Второй фестиваль, к сожалению, был уже в память об Александре Васильевиче, потому что в 2016 году мы его проводили. А вот на третий фестиваль уже набралось столько участников, что пришлось в три этапа проводить отбор. Пусть проходят года, но дали соседых стариков, остается беда, до войны всех гребен и гребенов, чьи солдаты на смерть, покидая родительский дом. И сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. В рамках фестиваля ежегодно проводятся выставки фотографий из личных архивов участников локальных конфликтов. Герой России Александр Васильевич Маргелов при жизни активно поддерживал идею проведения этого фестиваля. В память о нем песни огненных дорог в Раменском звучать не перестанут. Вот такой сюжет подготовили коллеги. Он вышел как раз 6 декабря 2017 года. Сейчас было интересно посмотреть на вас в то время. И там был ваш сын? Да, ему тогда было как раз 4 годика исполнилось Мирону, и он читал эти стихотворения. А сейчас, конечно, он уже взрослый парень, спортсмен. И, конечно, приятно его видеть. Я думаю, что если он посмотрит, этот сюжет будет, наверное, приятно удивлен. Еще мы здесь в этом сюжете увидели Николая Кирилловича Юдина, руководителя военно-патриотического клуба «Высота». Он и тогда занимался с ребятами, сейчас не перестает этого делать. И собирает гуманитарную помощь, и помогает с погрузкой, и отвозит туда ребятам в зону проведения специальной военной операции. То есть, в принципе, прошло время, а люди, которым это было дорого, они остаются вместе с нами и продолжают свое действие. Это очень здорово. И вообще в нашем Раменском городском округе живет очень много людей, которые неравнодушны, которые хотят помогать. И это делают не просто на словах, но и помогают. И это очень приятно, что действительно наши жители очень большой отклик внутри себя сформировали и ведут очень активную поддержку наших ребят, наших земляков, которые сегодня находятся в зоне свал. Это и гум-конвой Раменский, это отряд Раменской «Своих не бросаем», много людей, которые… Да, и Казанский храм тоже активную ведет работу по сбору гуманитарной помощи, ее доставке. Вот отец Андрей Казарезов, он очень активно ведет эту работу. Ну, когда так много хороших, добрых, искренних людей тебя окружают, конечно же, и мир становится немножко добрее. И очень важно, как мне кажется, сегодня сохранять те традиции, которые испокон веков были заложены в нашей стране. А вот у вас в семье есть какие-то традиции, которые вы сохраняете из года в год? Ну, у нас есть традиция всегда 31 декабря, если погодные условия позволяют, мы выходим всей нашей многодетной семьей. И во дворе нашего дома мы лепим все вместе снежную бабу и потом уже традиционно забрасываем ее снежками. Ух ты, это какая веселая традиция, особенно если снег есть, а в этом году зима снежная, так что я думаю, что эта традиция у вас продолжится. Интересно, а вот вы, дорогие наши зрители, которые сейчас смотрят эту программу, вы какие годы вспоминаете, какие традиции поддерживаете? Ведь у каждой семьи, мне кажется, своя традиция, она уникальна. Вот мы, например, на Рождество лепим пельмени. Почему-то не в другие дни, а именно на Рождество. Но ведь это передается от моих родителей, скажем так, мне, да, я передам это своим детям, мои дети передадут своим и так далее. И вот такое что-то очень родное для одной семьи передается потом в другую семью, из другой семьи в третью. Ну, от этого и как раз и формируется традиция. И вот так мы становимся сильнее, вот так вот связь поколений происходит. Как мило смотреть на выступления детей в новогодние праздники. Не только, конечно, в новогодние, но в новогодние все дети ждут сказку, все дети ждут волшебства. И когда они выступают, мне кажется, у них особый блеск в глазах. И вот сейчас, которые мероприятия уже новогодние начались в Равенском округе, как ты смотришь с особым теплом? Ну, скажем так, детские эмоции – это самые искренние. То есть, они не наигранные. И ребенка никогда не обманешь. То есть, если ему не нравится, значит, ему не нравится. Если ему нравится, то ему нравится. То есть, тут уже не изменить. И мы тоже в этом году постарались, подготовили очень интересные мероприятия в течение предновогодних праздников, а также на новогодние каникулы. Поэтому следите за информацией и приходите на наши мероприятия, потому что они действительно подготовлены с любовью, добротой и душевной лаской. Андрей Николаевич, ну, конечно же, хочется перед Новым годом от всех людей услышать что-то доброе. И ваши новогодние пожелания были бы очень кстати для всех жителей и гостей Равенского городского округа. Дорогие друзья, дорогие жители нашего городского округа Раменское. Конечно, от себя лично я хочу пожелать, чтобы была всегда возможность встречать Новый год полной семьей. И чтобы в будущем году нас, скажем так, черные полосы проходили стороной. И чтобы у наших семей, всей нашей России были только хорошие, положительные моменты. Ну, ваши слова, да к Богу в уши, как говорится. А я, как ведущая программы «Ваше здоровье», конечно же, хочу пожелать всем, чтобы вы были здоровы. Не забывайте про себя, берегите себя, пусть у вас все будет хорошо. Ну, и, конечно, не можем мы закончить эту передачу без какого-то яркого музыкального подарка. Давайте посмотрим сейчас выступление ребятишек, которые подарили для всех отличное настроение. А завтра встречайте Екатерину Бобровскую. Она обязательно создаст для вас такое же праздничное хорошее настроение. Когда-то россияне вонюшат анимани, танцуя на гулянии. Открыли новый стиль. Привет! Штиплеты и сапожки, под русские гармошки. Привет! Под бересту и ложки прославили прогресс. Теперь, почти забытая, гитара не забитая, Живучая, взрослая, родимая, московская. Деридарь-дарь! 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 С цARED-дарь-дарь! Наделем мы похожи, Весенний любимк тоже, Кадриль никак не может, Да срочно шаг не путей, Почти л interns бывают. А�, кончилась работа, Попадать пришла суббота, И нам в красотник фже gotta Кадриная московская, Армадская, Петровская Веселая, столичная, Своя, не заграничная Субтитры подогнал «Симон»